За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении восточной части Харькова ракетным ударом были уничтожены около ста украинских военнослужащих. Российские войска успешно совершили масштабную контратаку на восточном берегу Северского Донца. В итоге украинские подразделения выбиты всей восточной части от Заречного до Приморского. На Луганском направлении со стороны Золотаревки российские войска успешно развили наступление на Белогоровку и взяли этот ключевой пункт, через который проходил оставшийся единственный канал украинской стороной. Войска водрузили знамя победы над Белогоровкой. В Южне Лисичанска союзные войска взяли Белую Гору, тем самым полностью заняв Луганскую Народную Республику. Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к своим согражданам, назвав 3 июля Великим Днем, который навсегда войдет в календарь Отечества Луганчан. Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены. Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок. Еще остались незначительные очаги сопротивления, на зачистку которых уходит максимум неделя. Союзные войска не остановились на взятии территории ЛНР. Развивается наступление в сторону Григоровки со стороны Белогоровки. С противоположной стороны идут артиллерийские удары по ВСУ, расположенные в данном населенном пункте. Часть ВСУ начинает покидать Григоровку. Вероятно, что командование решило оставить данный населенный пункт. На Донецком направлении штурмовые отряды Вагнера защитили пункт Кленовая. Уже начали допускаться военкоры в данный населенный пункт. Продолжается боиза Бокровская. Как и говорилось в предыдущем ролике, украинская сторона так просто не сдаст этот населенный пункт, так как резко ослабится оборона Артемовска. Артемовск является стратегическим городом, через который проложена железнодорожная ветка, по которой снабжается ВСУ солидарского направления сам Северск. Если Артемовск ВСУ отдадут, то пропадет смысл оборонять Северные пункты. В ВСУ очередной раз обстреляли гражданские дома Макеевки. В результате удара погибли трое мирных жителей. Четверо получили ранения. Прилетело тоже сюда, на Восточный. Здесь погиб человек. Это один точно известно, что погиб. Малый? Нет, малый поедет. А кто погиб? Нет. Повылетали стекла здесь. А также, вот мы видим прилет Градины. В районе Угледара украинские подразделения в ходе наступления смогли взять под свой контроль село Шевченко. Из-за больших потерь дальнейшее наступление захлебнулось. Тактических успехов взятия этого населенного пункта ВСУ не принесло. Остров Зменина остается по-прежнему незанятым. Российскую технику, оставленную на острове, обстреливают украинские беспилотники, опасаясь сюрпризов в виде мин. Но высаживаться на остров украинские военные не спешат. Ранее сообщалось, что в середине июня Словакия передала Украине 4 вертолета Ми-17 и 1 Ми-2. Сейчас Словакия передала снова 4 вертолета Ми-17, которые доставляются на территорию автомобильным транспортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова